Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он этого не знает Тогда какая разница В общем как его воспринимать Поэтому воспринимать можно как угодно Я не говорю про вести даже себя Я говорю про воспринимать Я с вами поделюсь своим опытом личным То есть Я пока не понял Вот это восприятие наставника Да У меня ничего не получалось Вот что бы я ни делал То есть достаточно вот Смотрите Если представить себе Радиоприемник Можете да И шкалу Коротковолновых волн Где вы крутите восприятие наставника Вот так Ну там 105FM 106FM То достаточно на миллиметр ошибиться И уже ничего не работает То есть поставить не 105FM А 104FM И уже ничего не работает Понимаете да? То есть настолько важно Точное отношение к наставнику В конкретный момент времени Почему так? А мне? А почему я? Да? То есть главные вот эти вопросы Они всегда Ну давайте начнем с начала Да? То есть как бы Когда человек принимает постамент Наставник для него стражник Почему? Почему? Ну потому что вы ничего не знаете И ничего не умеете И поэтому вам нужна Постоянная помощь То есть стражник в каком смысле? В смысле ваших поступков И организации образа жизни А на первой стадии Ну как бы Когда мы говорим о наставнике Да? Мы понимаем что Это для нас стражник В общем то Что вы хотите подкупить стражу? Чтобы она вас не поправляла Или Для чего это? Ну все И нормальный наставник Нормальный наставник Он найдет слова Чтобы это Ну человеку объяснить Что я здесь Ну не для того чтобы Деньги у тебя Отбирать или брать А для того чтобы Учить тебя жить по стаменту Это разные вещи А традиции Какие-то там Где-то Они везде существуют Понимаете? И там есть такая вот эта вот Ну догма Да помните Что все результаты доставника Все поражения твои И она создана Не для того чтобы Вот человек Делал вот такие выводы Потому что когда наставник Смотрит на человека Он как бы понимает что Ну человек он Учась жить по стаменту Ведь по сути Мы все учимся жить по стаменту То есть Жизнь по стаменту Это постоянное обучение Жить по стаменту Понимаете? Мы как бы Изучая эту догму Это уже Ну Темы следующих семинаров Изучая эту догму Мы Как бы понимаем что По сути своей Результаты труда Принадлежат тому Кто эти результаты создал Понимаете? А вы ничего не создавали И если кто-то вам объясняет Как делать Как бы Вы делаете Набиваете из результата То Блин Вы там играете роль Блин В этом во всем Блин Пяти процентов Понимаете? Но Человек же Он устроен иначе Да? Сам по себе Он же так не согласен И вот я вспоминаю Когда я сейчас Палыч Он только начинал Как бы я Ну как бы работать Учиться у него И Палыч говорил мне Что Ну тебя даже не надо Остарожить Ну вот Как он Ну мне объяснял То есть Ты изначально Ну был таким Что тебя не надо было Остарожить То есть Мы фактически С Палычем Сразу перешли Ко второму редуктору Который назывался Поводырь То есть Мне нужно Где-то было Плечо подставить Где-то помочь Понимаете? Но Вот это вот Сторожить Меня не нужно было Но большинство Людей Это те люди Которых нужно Сторожить Изначально Потому что Они трусливые И безответственные Вот Самый большой Грех В постаменте Это трусость Самый большой Грех Вот Если в христианстве Самый большой Грех Это уныние Да? Как они говорят То Самый большой Грех В постаменте Это трусость Это не важно Кого это касается Вот здесь На одном Из гербов Водного щита Написано Помните? Что сильные Созданы Храбрыми Понимаете? Мне очень понравилось Это изречение Философское Вот Я для себя Его сделал Таким Как бы Главным Вот Тевизом В жизни Бог мне дал Это изречение Мы его нашли Здесь В Нидерландах И мне Оно Настолько Понравилось Что Если бы У меня Сейчас Я делал бы Себе Дворянский Герб Я бы Вот это Написал бы На этом Как бы Гербе Что Отказ 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 Выполнение Задачи Перекладывание Ответственности И целый Перечень А на самом деле Человек просто Трус И все И когда И когда Мы говорим О том Что На втором Этапе Мы имеем Дело С Поводырем Ну то есть С опорой Некой То есть Опереться Человек может Только на знания На модели Ему не на что Больше Опереться Понимаете Да То есть Хороший Наставник Он не дает На себя Опираться Он заставляет Своего Ученика Опираться На знания Знания Опора Большинство Людей Они этого Не понимают Им кажется Что если Это опора То обязательно Нужно на голову Кому-то залезть И опереться Нет Операться Надо на знания И хороший Наставник Он не дает Возможности На себя Опираться Он дает Знания На которые Человек должен Опереться Потому что Завтра Его рядом Не будет Ну в этот момент И тогда человек Без него Ничего не сможет Сделать А Постамент Это Высокоэффективная Структура Которая Предполагает Что Как бы Человек Не действовал Он все равно Должен победить Если он Живет Постаменно Понимаете То есть Любой человек Который Как бы Находит Наставника Я про пояс Сейчас вообще Не говорю Он должен Понимать Как он Его Воспринимает Это очень важно Потому что Иначе Ничего не работает Продолжение следует Продолжение следует...